Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией остается нестабильной. С начала января текущего года зарегистрировано 256 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Из них 83% это лица с клиническими проявлениями коронавирусной инфекции и 17% это лица, не имеющие клинических проявлений. 95% заболевших это взрослые и 5% дети. В 66% выявлено лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 при самообращении, 27% среди контактных лиц, 7% в ходе профилактического скрининга. Большее количество заболевших выявляется среди возрастной категории старше 60 лет 35%, то есть 1 треть заболевших. Причина высокой заболеваемости в этой возрастной категории имеющиеся у них хронические заболевания со стороны сердечно-сосудистой системы, дыхательной, эндокринной системы. Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации по заболеваемости коронавирусной инфекцией с 18 января были введены новые меры карантинных мероприятий. Усилены меры были. Эти меры дали положительный эффект. В сравнении с прошлой неделей в 2 раза меньше выявлено лиц с коронавирусной инфекцией в текущей неделе. За предыдущую неделю выявлено 97 случаев, а за текущую неделю 44 случая. Среди них только в 3 случаях выявлены заболевшие среди контактных лиц, а в предыдущей неделе в 22 случаях выявлены были заболевшие среди контактных лиц. Это лишний раз подтверждает, что коронавирусная инфекция – это контагиозная инфекция. Стоит лишь прервать путь заражения, и инфекция побеждаема. Путь заражения воздушно-капельный и контактно-бытовой, то есть через поверхности объектов внешней среды, загрязнённый патогенным агентом, вирусом. Меры профилактики. Не участвуйте и не организовывайте сами мероприятия с возможным скоплением людей. Обязательно носите медицинские или тканевые маски в общественных местах, в помещениях, предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения, в общественном транспорте, в общественных местах на открытом воздухе. Правильно надевайте маску, чтобы она закрывала рот, нос и подбородок. При этом она должна плотно фиксироваться. Одноразовыми масками пользоваться однократно. Смену масок проводить не реже одного раза в 2 часа. Соблюдайте гигиену рук. Чаще мойте руки. Пользуйтесь антисептиками. Соблюдайте чистоту в помещениях. Проводите чаще влажные уборки с применением дезинфицирующих и моющих средств проветривания. Руководители объектов, деятельность которых разрешена, соблюдайте ограничительные карантинные меры. Проводите влажную уборку помещениям с применением дезинфицирующих и моющих средств проветривания помещения. Допускайте на объекты лиц только в медицинских или тканевых масках Не допускайте на работу лиц с повышенной температурой тела признаками острой респираторной вирусной инфекции Лицам, предписанным находиться на домашней изоляции, строго соблюдать домашний карантин до срока его окончания Домашний карантин накладывается на 14 дней с момента выявления лиц с лабораторно подтвержденным COVID-19 Будьте здоровы, берегите себя и своих близких!